Привет, Зелёный Шеф на связи! Полезнейший выпуск Как просто сделать правильную пророщенную пшеницу вот такого плана И кушать её и не болеть вам и вашей семье И что сделать с этой пшенички, чтоб даже дети её кушали? Погнали! Что нам для этого понадобится? Пшеница фуражных сортов, кормовая Можете взять у себя на рынке, спросить у продавцов, какую берут на проращивание Они уже знают, потому что нашего брата много Или заказать у нас в магазине проверенную зеленыйшеф.рф или зеленыйшеф.укр Перекись водорода, аптечная обычная мисочка, где замачиваем сито и вода Всё просто и ясно, погнали! Берёте пшеницу нашу, высыпаете в мисочку Высыплю половину, так как замачивать её очень легко Одна ночь и на следующий день она готовая Хранится она тоже хорошо в холодильнике Вот сейчас я вам покажу свою старую пшеничку Вот она стоит в пакете уже 3 дня Видите, в холодильнике она чуть притормаживает и корни не растут Потому что когда, ребята, больше полусантиметра вырастает стебель Начинает терять полезные свойства Это важно, важно, чтобы были вот такие маленькие белые цяточки Видите? Только вот начало прорастать, это самый жир Так, уберём Где-то, ребята, на Марсе В колонии людей за такую горсть пшеницы Можно было выиграть выборы в президенты Это можно съесть Сели Ммм, она такая вкусная, мягенькая Насыпали пшеничку Налили сначала простой воды Промыли её Поелозили чуть-чуть Главный момент, весь мусор всплывает, ребята Какие-то грязь, если была, растворится в воде Промыли её, видите, у нас пшеничка чистая Но бывает и погрязнее Слили всё, что всплыло Всё Теперь набираем опять воды Так, чтобы покрыло, как будто кашу варите Потому что она сильно впитывает воду пшеничка Накрыло на один палец, а лучше на два На литр воды 2 столовые ложки перекиси водорода Зачем мы добавляем перекись водорода? Первый момент Перекись водорода ускоряет прорастание То есть все семена одновременно прорастают Не будет такого, что одно проросло, другое нет Второе, перекись водорода беззараживает Вдруг какая-то палочка, какая-то бактерия Какая-то плесень, там фермеры грузили Она у них рассыпалась на землю, там на элеваторе Ну поняли, то есть Обезопаситься и перестраховаться Перекись у водорода переборщить невозможно Можно просто замочить пшеницу в перекиси водорода И ей ничего не будет, она прорастёт Тут у меня пол литра воды И я налью одну столовую ложку перекиси Это 15 мл Отставляем на 12-18 часов в сторону В любое место при комнатной температуре Главное, чтобы прямые солнечные лучи не попадали Всё будет хорошо Смотрите, перекись уже начала работать Видите, пузырьки такие поднимаются Начало делать своё дело Размягчать оболочку семени Ускорять прорастание И уничтожать вредную патологию Проверяю, работает камера или нет Через 12-18 часов у нас вот такая картина Видите, пшеница впитала всю воду Начала уже прорастать Вот она, красавица Мы сливаем её на сито Слили её на сито И промыли хорошенько Пшеницу важно промыть Пшеница выделяет особые вещества во время прорастания Которые отпугивают паразитов Чтобы они её в этот момент, когда она сладенькая И беззащитная, не съели И мы эти вещества смываем Нам они сильно не повредят Потому что мы очень здоровые организмы Но, всё равно, какие-то концентрации могут на что-то повлиять Зачем они надо? Видите? От перекиси она уже прорастает на глазах Буквально после замачивания Если вдруг у вас такой сорт пшеницы Или температура такая была Что вот такие белые цяточки не появились Слейте, подождите 3-4 часа И вы увидите эти белые цяточки Всё, наша пшеница готова Вот в таком виде её уже можно использовать Сразу же готовить Сейчас покажу, что из неё делать А как её хранить Я насыпаю её в зип-пакет Зип-пакет с пророщенной пшеничкой Ставим в холодильник Там пшеничка немного засыпает Все полезные свойства в ней остаются Но она перестаёт быстро расти То есть не начинают расти корни Сила не уходит в стебель и в корни Важный момент Пророщенная пшеница считается идеальной Когда у неё вот эта белая цяточка Корешок первый Не более 1 сантиметра Я советую даже до полу сантиметра Не более, чтобы силы не уходили в корни Для этого мы её ставим в холодильник Она засыпает в таком виде спокойно Неделю И потом только по чуть-чуть начинает прорастать Что можно вкусное приготовить с этой пророщенной пшеничкой Чтоб кушали даже дети и облизывали пальчики Сделаем несколько рецептов Я вам покажу, как делать смузи с этой пшеничкой Проще простого И как делать омлет с этой пшеничкой Также её можно добавлять в хлеб В котлеты перемалывать В оладьи В тесто перемалывать В блендере и добавлять в тесто Вариантов, ребята, с ней масса Её даже можно так есть Я так её ем, когда хожу, тусуюсь Раз Жменьку съел Бомба Она легко жуётся И сладенькая И для зубов полезна очень Мой стоматолог говорит Ты много ешь Всяких ростков, проростков По твоим зубам видно Они создают челочную среду И там кариесы всякие Камни Не появляются Просто нет шансов у них Поняли прикол? Коротко о пользе пшеницы, ребята Это кладезь витамин Помимо того, что тут куча энергии Заложена В семени энергии Большого растения У японцев Это энергия Ци Или Ян Ну в общем В комментариях напишите Какая тут энергия Которой много Ну короче Хорошей энергии Тут много Самое главное Наше время Что тут много витаминов В Которые защищают От стресса От нервов С этим информационным веком Все немножко нервные Напряжённые А вот эта тема Реально помогает И когда её начинаешь есть Сразу же идёт 100 лет И моча жёлтого цвета Это показатель того Что тут много витамин Готовим смузи Готовим омлет Полетели А что нам понадобится Для приготовления смузи Первое В смузи самое главное Что-то, что даст Такую кремовую основу Это банан Самый простой вариант Смотрите Бананы выбирайте, ребята Тёмненькие Такие переспевшие Они сладенькие Со вкусом банана Классные И меньше мёда Надо добавлять И больше кремовой текстуры будет Потом добавим яблочко Классика жанра Добавим лимончик И добавим мёдик Мне нравится контраст Мёда и лимона Создаётся такой вкус Мы пользуемся Коммерческим ходом Тех, кто делает соки Они в соки добавляют Сразу кислоту и сладость Вот эта кислота и сладость Уже создают Тело вкуса А мы его приукрасим Ещё яблочком И добавим Немножко корицы Можно добавлять тыкву Корицы Очень тоже круто получается Ну, сделаем по-простому Так, чтобы детям было вкусно Потому что тыкву Не все любят Так, делаем смузи Первым закидываем банан Снимаем шкурочку Можно не резать его Перебьёт Потом яблочко Всё предварительно надо помыть Так, яблоко, банан есть Добавим кусочек лимона Треть лимона хватит Вот так вот Снимаем белую часть Которая горчит Добавляем мёд Это я делаю Одну порцию Одно яблоко Один банан Ложка мёда Простая пропорция Понимаете Это будет 0,5 смузи Добавим корицы Для вкуса Чтоб яблоко выровнять И наш главный ингредиент Ребята Пророщенная пшеница Добавляю одну жменю Меряю жменями Мне так нравится Если мы делаем Пол литра смузи Нам надо примерно 200 миллилитров воды Теперь, ребята Перебиваем наш обалденный смузи Можно заглянуть Вон, давайте Минуту перебиваются Можно доставать О, какой смузи получился, ребята Бомба Кружка Наливаем Пьём Можно добавлять любые ягоды Вы поняли Яблоко Банан и лимон Это основа смузи Наш смузи с пророченной пшеницей готов Дети пьют их с удовольствием Они сладенькие Со вкусом яблочка Корички Не чувствую пшенички Но витамин здесь, ребята Просто кладись Кислинка лимона Сладость банана с мёдиком Вкус яблока и корицы Вместе с таким Кремовым Оттенком пшенички Вот так вот Вместе переплетаются В один вкус Очень приятный вкус Бомба Поняли Это основа смузи Добавляйте ягоды Добавляйте тыкву Добавляйте всё, что хотите Но помните Не перебарщите, ребята Делайте вкусно Потому что Здоровое питание Так устроено Что если вы начинаете Жестить Давать детям невкусное У них возникает ассоциация Что здоровое питание Это что-то стрёмное И невкусное Лучше пойти в Макдональдс И выпить Кока-Колу Старайтесь Сделать здоровые продукты Вкусными Вкуснее, чем Кока-Кола И вкуснее, чем Чизбургер Тогда дети будут с радостью Это пить И воспринимать это Каждый раз с радостью Когда узнавать Что вы приготовили Что-то здоровое Иначе, если вы Приучите их к тому Что здоровое питание Это невкусно И как-то стрёмно То потом их будет тяжело Приучить к этому Поняли смысл? Так, ребята Делаем омлет В пророщенной пшенице Для этого нам понадобится Три яйца Немножко йогурта Я использую его Потому что кисломолочка Намного лучше усваивается Молочки и полезнее Ну и наша пророщенная пшеница Соль, перец Я не говорю Добавите по вкусу Разбиваем яйца Смотрите Лайфхак по яйцам Все стараются Бить яйца об край При разбитии об край По-любому Кусочек яйца Шкарлупки попадает Как сделать Чтоб не было Шкарлупки И не доставать ее оттуда Лайфхак простой Разбивать Об плоскую поверхность Не об угол Когда мы разбиваем Об плоскую поверхность У нас никогда Не выпадет кусочек Шкарлупки Поняли, да? Фишку Три яйца добавили В блендер Жмень у пшенички Как я учил вас Я меряю ее жменями Можете две Две столовые ложки Вот Пшеница даст нам Такую кремовую текстуру Столовую ложку йогурта Типа Три чайные На каждое яйцо Такое расклад Три щепотки соли Маленькие Люблю по три делать соль Примета у меня такая Три оборотика перца Или просто щепотка Молотого перца Ставим на наш блендер Так, ребята Делается пшеничка Для добавления в котлеты Для добавления В какие-то другие блюда Когда она перебитая Не чувствуются эти кусочки Перебиваем наши яйца Капелька кукурузного масла Размазываю масло Как блинчики Много масла не надо И выливаем на нашу сковороду В конце высыпаются кусочки пшеницы Не перебитые Их слегка распределить Вот так По поверхности Вообще омлетик полезно Вот так вот помешать Чтобы он быстрее приготовился Чтобы разогрелся равномерно Накрываете крышечкой Буквально на 3-4 минуты И через 4 минуты, ребята Получается такой прекрасный Омлетик пышненький Который мы сейчас будем выкладывать Который хорошо с краешку Вот так поддеть чем-то Вот он, красивый омлетик С пророщенной пшеницей Который мы украсим Помидоркой Посыпем нашей чудесной Микрозеленью Люба И предложим Нашим красавицам Девчонкам Люба Будешь омлетик С пророщенной пшеницей Помидоркой И микрозеленью Ага, сосиски У нас получился чудесный омлет С пророщенной пшеницей Который будет кушать Моя Любашка сейчас Также обалденный смузи Который я уже выпил Во время съемок Очень полезный Все эти блюда С пророщенной пшеницы Напишите, ребята, в комментариях Что вы готовили С пророщенной пшеницей И какой вкус Может какой-то интересный рецепт Подскажете Подписывайтесь на мой канал Вы лучшая микрозелень Вперед!